бензогенератор прошлый год отработал и на бензине обкатку прошел и на газе показывал я вам видео какой я карбюратор покупал как подключал газ как запускается на газе как работает на газе в мороз все эти моменты у меня есть видео на канале здесь повторяться не буду в этом году перед сезоном перед зимой решил проверить на зазор в клапанах поэтому тепловой зазор поэтому покажу вам видео сам это делаю в первый раз поэтому комментарии приветствуются правильно неправильно и хочу про посмотреть именно какой заводской зазор идет в клапанах что для этого нужно сниму привод шморгалку вот эту вот ручного запуска ручной стартер и вот щупы какие нужны но был у меня вот такой комплект вы выбрал я из них 020 015 025 030 015 такой есть выкручиваем свечу и снимаем крышку клапанов на свечник снимаем сапун сразу также соединяем свечной ключ в комплекте идет с генератором но намного лучше из комплекта использовать если набор инструментов есть то головка на 21 в наборе инструментов идет и все переходники то есть свечной ключик такой слабенький а здесь специальные есть инструмент отпустить свечу а дальше уже можно откручивать уже чем удобно сейчас посмотрим состояние свечи после работы я не помню уже моточасы там покажу вам после запуска сколько прошел генератор отработал интересно самому первый раз я свечу выкручиваю ничего под газа не переделывал кроме кроме карбюратора газового который купил на алиэкспресс вот свеча вполне нормальное состояние цвет головка или ключик на 10 и отпускаем винт или который держит крышку клапанов резиновая прокладка идет по кругу здесь также резиновый уплотнитель все аккуратно складываем в последовательности чтобы потом собрать хорошо держится все плотненько присохло хорошо прилипло чисто все по контуру вставляю отвертку в свечное отверстие прокручиваю рукой привод и ищем в мт верхняя мертвая . вот подходит у нас поршень подверг при этом клапана должны быть расслаблены вот все это мы нашли отверткой держу упираю аккуратно в поршень вверх и туда-сюда вращаю привод рукой и ищу самую верхнюю точку к заводу тепловой зазор во впускном на впускном клапане должен быть 015 на выпускном 020 впускной клапан здесь рядом вот с карбюратором на входе а выпускной на выходе тот что ближе глушителю 015 щуп беру и да входит но туговато туговато но вот-вот нет отлично вот именно завод все четко 015 под газ буду делать на чуть больше послаблю немного увеличу зазор на выпускном как бы знаете 020 даже не проходит ну вот да туго 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 020 входит поэтому также нужно увеличить немного для работы на газе для адекватной работы на газе в общем-то и так адекватно все работает генератор запускается двигатель без всяких вопросов но желательно зазор увеличить регулировочная гайка на 14 контр гайка ключ на 10 удерживаем регулировочную и отпускаем контр гайку вставляю щуп 020 оставляю его здесь поджимаю поджимаю так чтобы щуп не был зажат сильно и контрю регулировку удерживаю и прижимаю контр гайку при этом как правило зазор уходит становится меньше при вот этой вот процедуре поэтому нужно будет несколько раз перепроверить видите зажала сильно 20 щуп 020 пробуем 015 также также не входит опять отпускаем и производим перри регулировку и вот вот это вот процедура именно занимает у вас большее время здесь нужно добиться идеального зазора в итоге 015 щуп входит легко 020 щуп не входит не входит вот 020 я считаю идеальная где-то 018 наверно получился зазор какой момент смотрите когда производите закантривание затяжку этой гайки то вот эту которая регулировка регулировочная немного уводите назад после того как затянули опять перепроверяем зазор чтоб он не ушел не пережала клапан выпускной 020 свободно 025 не заходит 025 не заходит так и оставляю также средняя что-то между 020 бензина то в баке нету на место прихожу здесь у меня быстрый разъем разъем под пневмо газ подсос показывал я вам все это уже на видео заслонка в среднем положении как было так и есть и на старт здесь подключение у меня идет на дом полностью разводка на дом в случае случае когда генератор будет закрывать дом полностью и выключаю зажигание все дальше следим перед зимой масло еще поменяю на нем прогрею поменяю масло и в общем то никаких нюансов нету наверно нюанс просто в выборе масло оставляйте свои комментарии кстати какое масло вы льете также комментарий оставляйте на сегодня все всем удачи оставляйте комментарии обязательно подписывайтесь на канал потому что в дороге гибридный инвертор идет буду 10 киловатт ник хороший на не не детский там не 32 дни на 2 не на 3 киловатта а 10 киловатт ник и аккумулятор 2 200 также хороший идет на алиэкспрессе заказывал и буду делать обзор и буду ставить и показывать вам как это все работает солнечные панели в проекте все ок там будет видно всем удачи до следующих видео